Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фотографии, вещи из личных архивов и авторские куклы. В детской картинной галерее открылась выставка «Клотты и Щербачевы. Семейные портреты на фоне города». Совет Федерации назначил президентские выборы на март 2024 года. Палата сегодня единогласно утвердила соответствующее постановление на пленарном заседании. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что этим решением дается старт предвыборной кампании. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования 15, 16 и 17 марта. Формат выборов президента, будет ли голосование однодневным или многодневным, определит Центр избирком России. Напомню, что 14 декабря Владимир Путин проведет прямую линию, которая будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы главе государства поступают из регионов в круглосуточном режиме. Губернатор Дмитрий Азаров провел прямую линию с жителями, подвел итоги года и ответил на вопросы горожан. Операторы колл-центров обработали тысячи звонков и сообщений. Несмотря на большой поток обращений, каждая попадет к представителям органов власти и получит ответ. А конкретные проблемы найдут решение. Сложно представить досуг зимой без катания на коньках. Традиционно парки Самары готовятся встречать жителей на своих ледовых площадках. Их планируют открыть ориентировочно к середине декабря. Катки сейчас заливают в парках Гагарина, Дружбы, Победы и в парке 50-летия Октября. Наша съемочная группа следила за процессом заливки и расскажет подробности. Машина для заливки льда наворачивает уже 30-й круг, разливая по периметру воду. С этого начинается подготовка льда в парке 50-летия Октября. А это значит, что совсем скоро здесь пройдут первые товарищеские игры, мальчишки и девчонки выйдут на площадку, чтобы показать свои умения в фигурном катании. Несколько дней назад в Самаре установилась достаточно низкая температура, и специалисты начали укладывать первый слой льда, так называемый черновой. Это основа для будущего полноценного катка. Убираем полностью снег и на асфальт начинаем лить воду. Подушку делаем до 5 сантиметров первоначальную. А потом уже поддерживаем в процессе эксплуатации, после коньков, после всего. Уже прицепляем кашму к этой бочке, и она полирует у нас, заравнивает вот эти все шероховатости. Первыми в этом году свои двери откроют 4 катка в 4-х самарских парках. Гагарина, Дружбы, Победы и в парке 50-летия Октября. На всех площадках специалисты постараются создать приятную атмосферу. И чтобы ничто не отвлекало гостей от любимого зимнего досуга, организуют все необходимые удобства. У нас в каждом из парков, из перечисленных, есть пункт проката спортивного оборудования, это коньки. В парке Юрия Гагарина, в парке 50-летия Октября, можно взять в прокат еще и лыжи. Около пункта проката, либо непосредственно в нем, есть теплое помещение, где можно прийти, переодеться, погреться. Есть пункты общественного питания с горячими напитками, с горячей едой, с достаточно разнообразным ассортиментом. По традиции самый большой каток откроют в парке Гагарина. Площадку в 8 тысяч квадратных метров закольцуют, празднично оформят гирляндами и другими украшениями. Уже сейчас здесь установили незаменимый атрибут Нового года – красавицу-елку. Жители с нетерпением ждут открытия ледового поля, чтобы вновь встать на коньки. Радость, конечно, и что молодые ребята ведут активный образ жизни. Наша молодежь сейчас в основном в компьютерах сидит, а гулять и как-то активно вести образ жизни очень важно. Для здоровья, поэтому катайтесь. Это не только на коньках, но и на лыжах. Специалисты планируют открыть ледовые площадки, ориентировочно к середине декабря. Проработают катки как минимум три месяца, в зависимости от погоды и температуры на улице. На протяжении зимы качество льда будут поддерживать в нужном состоянии. Традиционно подобные площадки появятся возле школ, во дворах и в других общественных пространствах города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Повышение правовой грамотности, разъяснение нюансов и содействие в решении коммунальных проблем. Для этих целей в Самаре проходят семинары «Мой дом». За несколько сезонов они стали отличным подспорьем для активных жителей города, председателей советов, которые управляют домовым имуществом. Это те люди, от которых зависит грамотное распределение финансов и общий климат внутри жилья. Один из таких семинаров прошел в Самарском районе. Какие вопросы задавали люди и что их интересует больше всего, узнала наша съемочная группа. Несколько лет назад во дворе дома появилась проблема с отведением стоков, рассказывает председатель многоквартирного дома по улице Некрасовской, 48, Виктор Гончаров. Вопрос долгое время не могли решить, и мужчина вынес его на обсуждение во время семинара «Мой дом». Информацию зафиксировали и в кратчайшие сроки прочистили систему ввода отведения. После встречи особое внимание этой проблеме уделила глава Самары Елена Лапушкина и помогла разрешить непростую ситуацию, отмечает Виктор Николаевич. Когда компетентный человек, который и на своем посту, как говорится, находится, и знает, кому что сказать, и с кого потребовать, вот это здорово. Я прямо за нашим горой, потому что это человек, который слово, потому что очень много сейчас в последнее время говорят много слов, но мало дел. Семинары «Мой дом» – это универсальная площадка для председателей многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и просто активных жителей Самары. Темы для обсуждения всегда актуальны. Содержание прилегающей территории, безопасная эксплуатация газового оборудования, разные правовые аспекты. Здесь также могут рассказать, как использовать приложение «Госуслуги дом», которое помогает максимально упростить все процедуры внутри жилищно-коммунального хозяйства. Каждый житель может увидеть всю историю своего дома, то есть он может оплатить коммунальные платежи, и он может посмотреть баланс на доме денег, которые он заплатил за текущий ремонт, и кто является управляющей компанией, какие сроки по капремонту и многие-многие другие аспекты. Раньше, чтобы получить эту информацию, жители должны были обращаться в каждое ведомство отдельно какими-то запросами. Сейчас он, зайдя на эту платформу, видит все на одной странице. На встречах обсуждают вопросы, без которых сложно представить себе грамотное управление общедомовым имуществом и правильное распределение финансов, чтобы создать комфортные условия для жизни. Проект «Мой дом» направлен в том числе на повышение прозрачности процедур управления многоквартирными домами, чтобы у жителей не было сомнений в правильности принимаемых решений, коллегиальности их. В этом очень помогают собрания в онлайн-формате, собрания собственников. Одно из обсуждений в подобном формате прошло в Самарском районе города. Здесь с начала осеннего сезона это уже восьмой семинар. Заключительная встреча в этом году пройдет уже в декабре. Напомню, что проект «Мой дом» ранее инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Реализация программы находится на особом контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Итоги работы индустрии туризма подвели во время вручения премии «Самарское гостеприимство-2023». Традиционно под завершение года специалисты Городского департамента экономического развития и Гостинично-туристской ассоциации определяют лучшие отели, рестораны и турфирмы. Андрей Горгуленко побывал на церемонии. Самарские ательеры и рестораторы собрались, чтобы подвести итоги насыщенного года. В 2023-м город только за 9 месяцев посетили уже более полутора миллиона туристов. Это уже больше, чем за весь прошлый год. А когда будут учтены результаты осенне-зимних месяцев, то цифра и вовсе может стать рекордной. Этому поспособствовали разнообразные туристические продукты, которые Самара предлагает своим гостям, ориентированные на самых разных туристов. Сфера туризма все больше и больше значения приобретает в экономике города, и не только нашего, и других городов. Создаются новые рабочие места. Отрасль растет на 60-65% в год. Динамика не снижается. Надеемся, что мы в этом направлении будем и дальше двигаться. Лучших в этой области награждали на традиционной городской премии «Самарское гостеприимство». Победителей назвали в 12 номинациях по четырем направлениям, среди которых отели, рестораны, туроператоры и турфирмы. Лауреатам вручали благодарственные письма и памятные медали, которые украсят стены заведений и покажут гостям, что здесь качество обслуживания оценили по достоинству. Прежде всего, это туристы должны, да, что их привлекает. И мы должны, как живой организм, под это также подстраиваться, это чувствоваться, потому что, еще раз, там, гостеприимство. Мы всегда рады гостям, есть что показать. На мероприятии специалисты могли обсудить и тенденции прошедшего сезона. Так, представители гостинично-туристской ассоциации, которые также являются членами жюри премии, отмечают, что в этом году был высокий спрос на загородный отдых, поближе к природным красотам региона. У нас уже не первый год Самара начала себя позиционировать как город-курорт, и это название оправдывается. Летом у нас очень много туристов, которые пользуются ресурсами пляжными, Волги, и достаточно сложно стало забронировать места летом в отелях Самарской области. И именно поэтому сейчас идет волна строительства загородных отелей, причем большое внимание уделяется модульным домам для того, чтобы строительство прошло более сжатые сроки. Получив награды и подарки, отельеры и рестораторы снова вернутся к своей работе, чтобы поддерживать высокие стандарты обслуживания гостей, а также искать новые фишки, которые повлияют на решение туристов вновь посетить Самару. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, События. В России начали выявлять случаи микоплазменной инфекции. Это заболевание, как считают в Роспотребнадзоре, пришло в страну из Китая, где осенью зафиксировали вспышку. Там пострадали тысячи людей, в числе которых много детей. Для предотвращения распространения заболевания планируется принять меры по санитарно-карантинному надзору за рейсами, прибывающими из Поднебесной. Среди основных симптомов – высокая температура, озноб, образование узелков в легких, но сильного кашля при этом не наблюдается. В России речь пока идет о единичных случаях микоплазменной инфекции. В Минздраве заявляют, что ситуация управляемая, а в стране имеется достаточное количество препаратов для лечения. По словам экспертов, поставить диагноз и назначить лечение может только врач по результатам дополнительных исследований. Далее коротко о других темах дня. В Госдуме приняли закон о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школ. С первого сентября следующего года. По словам депутатов, девочек надо учить варить борщ, а мальчиков держать молоток или обучать новым технологиям. Эти занятия, как считают парламентарии, помогут вернуть престиж рабочим специальностям. В пятницу 8 декабря в Самаре распределят свободные места в детских садах. Об этом сообщили в городской администрации. Для успешного проведения процедуры Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточности необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. В Самаре ограничат движение транспорта в районе дома номер 240 по улице Литвинова. Как уточнили в городской администрации, это связано с производством работ на тепловых сетях. Ограничения продлятся с 10 утра 8 декабря до 11 часов 11 декабря. Горожан просят с пониманием относиться к проведению инженерных работ и заранее планировать свои поездки. В муниципальном театре Самарская площадь провели экскурсию для старшеклассников школы-интерната номер 17. Ребятам с ограниченными возможностями здоровья показали, как устроена закулисная часть театра, костюмерные и другие пространства. Экскурсия прошла в рамках всероссийской акции «Знания театр». Все детали узнала Светлана Тимофеева. Как театр начинается с вешалки, так и экскурсия для старшеклассников Самарской школы-интерната номер 17 началась в вестибюле. Заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова, которая выступила в роли экскурсовода, рассказала школьникам о здании, в котором сейчас находится театр «Самарская площадь» и историю, откуда взялась фраза про вешалку, ведь на самом деле Станиславский ее не говорил. В ответ на поздравление работников МХТ с 70-летием, именно технического персонала обслуживающего, он ответил, что спасибо от вас, мне особенно приятно поздравление, поскольку наш театр отличается тем, что зритель, его посещение театра начинается именно с гардероба, со входа. Именно вы первые встречаете зрителей. Как вы их встретите, такой будет у них в памяти вот лицо театра. Театр «Самарская площадь» впервые провел для школьников экскурсию по закулисью. На самом деле зрителей на сцену никогда не приглашают, но в этот раз сделали исключение. Старшеклассникам показали, как устроено закулисное пространство, как устроен свет и откуда идет звук. А также раскрыли некоторые секреты о том, как добывали реквизит. Например, венские стулья, которые изготовить непросто. Мы их собирали, знаете, по старым домам, когда не нужно отказывать. И некоторые, я вам открою сейчас большой-большой секрет, некоторые стулья мы утаскивали с помоек. Павел Скрябин служит в театре почти 10 лет. На сцену выходит не только в качестве актера. Работает еще и монтировщиком сцены. Самое интересное за кулисами – это, наверное, устройство сцены. Есть спектакли, где, допустим, большое количество декораций. Один из них – ревизор, на постановку которого требуется от 4 до 6 часов, например. Есть такие спектакли, которые можно поставить и за 2 часа. То есть по-разному, в зависимости от количества декораций. Провести экскурсию по закулисью для подростков с ограниченными возможностями здоровья попросила руководство школы-интерната. Дети сами участвуют в школьных постановках. А потому им интересно, как готовятся к спектаклю профессиональные актеры, осветители, звукорежиссеры. Руководство театра охотно согласилось. Ведь сейчас проходит всероссийская просветительская акция «Знания. Театр». В детской картинной галерее Самары открылась выставка «Клотты и Щербачева. Семейные портреты на фоне города». Экспозиция приурочена к трем юбилеям. 175-летию со дня рождения хозяина дома купца Ивана Клотта, 165-летию со дня рождения автора дома архитектора Александра Щербачева и 125-летию со дня основания особняка. О жизни пряничного домика в начале прошлого века свидетельствуют некоторые раритетные вещи. Ксения Баканова расскажет подробнее. Богатая коллекция фотографий, антикварные игрушки и архивные документы. В детской картинной галерее открылась выставка «Клотты и Щербачевы. Семейные портреты на фоне города». Атмосферу Самары конца 19-го, начала 20-го века здесь создают куклы. Можно увидеть, например, почтальона, фотографа, базарницу. В выставочном зале они как будто оживают. У каждого свое настроение. И, кажется, даже есть душа. Это и привлекает, говорят посетители. Теплотой своей, своей действительно любовью друг к другу очень понравилась. И напоминает, из детства, раньше как бы тоже так вот составили, когда фотографировались. Автор кукол – дизайнер Ольга Баканова. В год она со своей помощницей успевает изготовить до пяти экземпляров. За количеством не гонится. Главное – качество. Поэтому каждый образ тщательно прорабатывается. Черный гусар – одна из самых выдающихся работ. Квартировали гусар у нас с 10-го по 14-го в Самаре. И в военно-историческом музее есть очень хорошая коллекция, посвященная вот этому периоду. И мы брали материалы оттуда. Там, значит, можно рассмотреть, насколько точно там все это было сделано маме. И вот одна, наверное, самая сложная кукла. Также в экспозиции представлены фотографии и подлинные предметы из семейного архива Щербачевых, музейных фондов и частных коллекций. Также есть артефакты, которые тесно связаны и с семейством Клоттов. Например, сыном хозяина дома – Борисом. Вот вы здесь видите, даже есть визитка ректора Казанского университета, одного из профессуры, студентов. Есть билет, так называемый пропуск для входа в университет. Несмотря на то, что это маленькая картонка, она как бы несет в себе именно то, что этим предметом маленьким. Обладав тот человек, кто там написан, держал его в руках, вот какая-то невидимая аура с этим предметом, она присутствует. А вот эти двери долгое время украшали дом присяжного поверенного Петра Подбельского. Здание было построено по проекту архитектора Александра Щербачева. А детская картинная галерея только рада подобным вещам. Здесь они прекрасно передают атмосферу того времени. Как раз двери оказались подходящим к экспонатам. Они их почистили и выставили для общего обозрения, что двери могут быть красивыми, исторически, и что необязательно их выбрасывать. У них может быть вторая жизнь и даже третья. Отдельный выставочный зал – детская комната. Здесь можно увидеть, во что играли малыши в начале прошлого века. Юным посетителям даже разрешается прикоснуться к прекрасному. Взять в руки деревянные антикварные игрушки, которые когда-то развлекали их прадедушек и прабабушек. Организаторы говорят, такой интерактив придумали для того, чтобы школьники прочувствовали связь времен и поколений. Тем, кто приходит к нам, первоклассникам, второклассникам, часто им, что 5 лет, что 125 лет назад – это приблизительно одинаково давно. И поэтому мы пытаемся вот эту историю с какими-то живыми фактами сделать из изаймы. Выставка будет работать до 17 марта следующего года. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Баскетболистки Самары в премьер-лиге переиграли Нику из Сыктывкара. Хоккеисты Ладьи провели две встречи против красноярских рысей. А юные футболисты Самарской области определили лучших на региональных соревнованиях. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболистки Самары одержали победу в выездном матче российской премьер-лиги. В Сыктывкаре они переиграли местную Нику. После уверенного начала гости несколько сбавили обороты и позволили хозяйкам паркета выйти вперед. После перерыва соперницы поочередно меняли друг друга в роли лидера. Но затем Самара выдала мощный рывок и почти сняла все вопросы о победителе матча. Но игроки Ники не сдавались и смогли немного сократить разницу. 67-60 победа Самары. Клуб пока на седьмом месте в турнирной таблице. Хоккеисты Ладьи в рамках первенства МХЛ провели две спаренные домашние игры против красноярских рысей. Команды находятся на диаметрально противоположных концах турнирной таблицы. Тольяттинцы – лидеры серебряного дивизиона Восточной конференции, а сибиряки – аутсайдеры. Тем удивительнее, что первая игра началась с быстрого гола гостей. Затем юные автозвучане долго не могли переломить ход встречи, но к концу второго периода все же повели с разницей в две шайбы и, казалось, доведут матч до победы. Но соперник не сдался и сравнял счет, а в овертайме и вовсе забил победный гол. 4-5 – поражение Ладьи. Но во второй игре тольяттинцы все же смогли показать всю свою силу. Уже в первом периоде хозяева льда забросили три безответные шайбы. Столько же удалось забить и во втором игровом отрезке. После чего третий период стал формальностью, но и в нем тольяттинцы не сбавили обороты. 8-0 – победа Ладьи. В Самаре завершились областные соревнования по мини-футболу среди общевразовательных учреждений. Турнир состоял из четырех этапов. Состязания проводились отдельно среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах. Среди победителей две команды из Большой Глушицы, а также команды из Самары, Смышляевки, Сел, Богдановка, Приволжье, Красный Яр и Васильевка. Они отправятся на всероссийский финал, который пройдет с февраля по март в Нижегородской области. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. МП «Трамвайно-троллейбусное управление» гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату. Полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. С наступлением холодов сельскохозяйственные ярмарки, работавшие у музея имени Алабина и УДК «Октябрь», завершили свою работу. Но приобрести свежие продукты высокого качества можно на круглогодичной муниципальной ярмарке на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Выбор продуктов на ярмарке постоянно обновляется, отражая сезонные изменения и обеспечивая большой выбор для ценителей свежей фермерской продукции и деликатесов. Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8 утра до 19 часов, информирует городской департамент экономического развития, инвестиций и торговли. В России всем взрослым положена бесплатная диспансеризация раз в три года, а после 40 лет ежегодно, напоминает телеграм-канал железнодорожного района. Диспансеризация взрослых – это бесплатные осмотры, анализы и обследования в поликлинике в фельдшерском пункте. Чтобы ее пройти, нужен полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно онлайн или через регистратуру. Телеграм-канал Октябрьского района рассказывает о проекте «Единство красоты» устройстве пешеходной зоны с установкой скамеек и урн на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу улицы Печорская, дом 29. Необходимость благоустройства территории возникла в связи с отсутствием мест для отдыха жителей, поэтому они решили принять участие в губернаторском проекте «Содействие». В Самарской публичной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа областной и общественной акции «Народное признание». С каждым годом акция набирает все больший масштаб, но одно остается неизменным. Заслуженную награду получают самые достойные представители различных сфер общественной жизни, добившиеся больших успехов в своем деле, отмечает телеграм-канал Самарского района. Телеграм-канал Красноглинского района рассказывает о преимуществах Пушкинской карты. Обладателями ее могут стать ребята в возрасте от 14 до 22 лет. По карте можно приобретать входные билеты на все включенные в программу мероприятия в рамках суммы ежегодного пополнения – 5000 рублей. По карте доступны кино, выставки, театры и музеи. Министерство культуры сообщает, что финансирование программы в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме. Возле ДК «Нефтяник» установили елку, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. Весь процесс установки и украшения занял у сотрудников МБУ Куйбышевский порядка 8 часов. Вечером елка порадовала всех прохожих красивыми огоньками. Специалисты провели пробный запуск гирлянды для того, чтобы проверить исправность оборудования. Иллюминация будет зажигаться каждый вечер. На этом пока все. Всего доброго. До встречи.